Повторить то, о чем мы говорили в прошлый раз. Человек, который приходит из, скажем, внешнего мира сюда, он несет с собой какую-то определенную информацию и определенное состояние. Можно выразить это как состояние, которое несет определенную информацию, либо информация, которая несет определенное состояние. Проблема заключается в том, чтобы люди встретились. И только после того, когда они встретились, разные люди, да, они должны с этим согласиться. То есть вот этот процесс, его пройти можно только через процесс. То есть нельзя просто договориться, что мы встретились. Это нужно обязательно увидеть, почувствовать, понять и принять. Это понятно. Так вот, сам процесс встречи, понимания или непонимания, он должен быть преобразован в какую-то определенную форму. Вот чтобы, скажем, было для всех абсолютно понятно, а я не буду для наших, скажем. Но дело в том, что психотравма лечебная, она предполагает очень сильные душевные переживания, которые, скажем, были у нас вот на прошлой занятии. Они, скажем, не очень приятны, но они очень важны, потому что, если человек через них не проходит, он очень многих вещей не понимает. То есть он как бы находится только в информативном ощущении, но в переживании, через переживание он может понять то, что он не может понять без переживания. Ваня тогда стоял, как бы закрытый, помните, да? И он не вошел в процесс общего переживания, он как бы это созерцал и переживал внутреннее. Внутреннее – это, ну, он находится в защите, то есть в защите. Если бы ты участвовал в самом действии, да, то тогда бы ты так же переживал, как и все остальные, ну, и те, кто участвовал. Поэтому очень важно найти в себе силы, сделать шаг. Но это не значит, что ты должен этот шаг сделать. Это должно быть естественно. То есть это без ощущения долга, без ощущения насилия, боли какой-то такой. То есть это должно быть. Есть какое-то такое движение, но не должно быть насилием, иначе это будет искажение, извращение. То есть естественно должно. Так вот я хочу сказать, что мы уже говорили о том, что существует как бы два мира, ментальный и астральный, да, то есть вот мир слова и мир движения. И вот когда, скажем, если делать психодраму с точки зрения восточных людей, да, то они свои переживания выражают через образ так же, через поэзию, да, через песню, если хотите, и тогда рождается пекинская опера. То есть когда человек плачет, он может перевести, скажем, этот язык в ощущение какого-то речитатива или какой-то поэтической образной, то есть обычно это воспоминание древних текстов идет на востоке, да, скажем, там, и он вспоминает, скажем, целый пласт поэтического образного ряда, где какой-то там великий философ, которого изгнали из... Дворца, и он идет, и он говорит, что вот он чист, и что он светел, люди его вокруг не понимают, что он готов утонуть. И помните, когда едет перевозчик через озеро и поет ему в ответ песенку, когда чиста цинлянская вода, я, значит, мою кисти шляпы, не когда мотна цинлянская вода, я мою ноги. То есть это тот же самый принцип образности, то есть можно переводить, и это более, менее болезненно, понимаете, да, менее душевно, человечески болезненно, более тонко. И тогда это превращается в художественный образ, то есть это становится искусством. По этому принципу построено очень много даже фильмов, которые существуют сейчас, уже таких особенно связанных там с фашизмом и так далее, но я не помню, к сожалению, философов. Так вот, тот же самый принцип существует и в движении, но движение создаётся не искусственно, а от ощущений, очень точных ощущений того, что происходит здесь и теперь. Да, но образ ты трансформируешь. То есть вот, скажем, я попробую объяснить, и ты поймёшь меня правильно. Любой балетмейстер, он как бы свои внутренние переживания трансформирует в какие-то формы, и потом этот балет ставится. Это то же самое. То есть, ну, грубо говоря, вот ты, скажем, чувствуешь себя настолько, что будет прям взорваться, да? И ты разбегаешься, как бы, отталкиваешься от стены и делаешь сальто. Понимаешь? Но, в отличие от постановки, ты можешь сделать только то, что ты можешь делать. Значит, ты как бы делаешь в импровизации только то, что ты можешь сделать. И тогда ты уже, как бы, видишь, что тебе нужно, над чем работать, какие твои эмоциональные переживания недостаточно ярко выражены. То есть, недостаточно имеют интересные формы. Понятно? Вот эта вот грань между, как бы, настоящим и искусственным, она тогда и начинает, как бы, контролироваться. Понятно? Или нет? Да, я бы подходил, конечно, по поводу роли поступка. То есть, здесь, как бы, есть определенные ощущения, чувства, которые выражаются через образ. Или, ну, как бы, есть, если мне проще говорить, для самого себя. Это, как бы, когда сам ритм и движение, вот именно это, выражают те чувства. То есть, у меня нет с камерами, не могу сделать образ какой-то, но мне не хватает образа на машине, а я могу сделать за счет какого-то ритма, ну, быстрее, менее какие-то такие вещи. То есть, все равно образ человека, который что-то делает. И, ну, вот это первая, первая сложность, ну, вот этот, как найти, ну, просто подходящий, ну, потому что, ну, для меня образ, это как, когда, ну, как бы, очень ярко. То есть, например, или старик, или еще вторая, вторая сложность, ну, это, когда это движение идет, которое, как бы, выражается, выражается свое состояние. Роль поступка здесь, потому что, с одной стороны, движение может просто идти от ощущения, от того, как ты можешь двигаться, а вот поступок, он, он сложнее по своей роли, потому что сюда должно подключиться и много других этих фактов. И в этот момент просто, вот, возникает искусственное движение, когда подключаешь для поступка какого-то, для осознанного, возникает искусственное движение и теряется смысл вообще, никакого изначально. Ну, я попробую сказать, как бы, в идеале, как должно быть, а потом попробую разобрать, если будет непонятно. Вот, когда мы начинаем, скажем, хлопать в ладоши и друг друга дополнять, или, скажем, допустим, голосом, если бы мы начали какую-то импровизацию, так, то вот... То есть, уже заданный, как бы, момент звука, он определяет и пространство, и время, и ритм. И если, вот, скажем, допустим, никто меня в этот момент не поддержал, он и умирает. Потому что у меня не бесконечное дыхание, да, не бесконечное состояние и не бесконечное, как бы, обращение к вам. Я обращаюсь, я даю импульс, настолько, насколько его хватает. Если его поддерживают в этот момент ритмически, он живет. Если его бросают, я умираю вместе с этим звуком. Понимаешь? Вот, то же самое существует и в плане движения. Потому что с того момента, вот... Я когда говорю о том, что я знаю, где начало всех начал. Что я имею в виду под этим? Я знаю, что с того момента, когда я могу определить свое собственное начало в понимании той ситуации, в которой я нахожусь. Вот я, например, чувствую эту ситуацию, я могу в ней участвовать. Потому что я вижу, как он это делает. Понимаете? Ну, так как никто опять не поддерживает, это и здесь заканчивается. Понимаете? Так вот, чем шире объем внимания, тем глубже идет погружение. Но ты будешь всегда честен, в том смысле, если ты не будешь пытаться сделать искусственное движение, а только то, которое ты действительно чувствуешь. То есть, то же самое, если оно, как бы, есть закон, как по сцене... Ну, то есть, возможно, но тогда не будет того высокого художественного уровня, который бы хотелось. Но пока, я думаю, что потом, может быть, и возможно. Потому что, даже, например, вы знаете, вот из голубой композиции, ты можешь повторить движение? Ну, вот это вот, рукой, да? А вот выйти на него, как бы, естественно, и его подхватить сразу, очень трудно. И тут возникает уже, как бы, азбука. Вот, допустим, если ты помнишь, ты сделай это движение. Я имею в виду, нет. Я имею в виду, вверху, в который движение называется, да. Да, вот это вот. Да. Вот если, например, скажем, вот она хочет, чтобы ты сделал, чтобы ты сделал, чтобы вы сделали, чтобы вы... Она повторяет это несколько раз. Пока они все. Да, пока они все не повторяют. Но при этом, вы должны это именно так делать, чтобы они могли повторить. При этом это в том контексте, в котором, как бы, есть сознательный выход на общую кульминацию. Согласны? Понятно? То есть даже не чисто формально несколько раз повторять движение, а именно как по обращению. Да. Именно обращение вновь и на себя, и именно это нужно. Да. То есть нужно встать в нужном месте, в нужное время. И делать это до тех пор, пока это не произойдет у всех сразу. И если кто-то не повторит в конечном результате, по причине того, что он не может этого сделать, он должен сыграть это, что он этого не может сделать. То есть он должен подчеркнуть движением, что он этого не может. И тогда эта тема развивается в том, что он является главным, или он уходит из этой ситуации. Если он уходит, он уходит. Если он входит, если к нему обращается, значит обращается. То есть в любом случае, как бы не должно быть момента потери, отказа и замедливания. Все должно быть только сознательно. То есть если вдруг что-то тебе не нравится, ты должен это вырезать. И вот тут возникает процесс творчества. То есть как? Можно фыркнуть, да? Можно повернуться спиной. Можно нахамить, можно как угодно выполнить. Но нужно найти ту форму, которая нужна именно в данный момент, здесь и теперь для этого человека. И только именно эта форма. При этом она должна исходить из того, что было до пятого. То есть вот эта вот как бы музыка движения, которая поймана и продолжается, она не должна быть разорвана. То есть вот. Если она разрывается, она разрывается. Тогда все начинается с самого начала. То есть тогда... И это начинается... И это каждый раз начинается с самого начала до тех пор, пока это не произойдет со всеми вместе. Понимаете, да? Поэтому когда ты опять начал заниматься сейчас тем, что ты лег отдельно, ты можешь лечь отдельно, но ты можешь лечь сразу вместе, понимаешь? Потому что мы уже говорили, что главная задача вначале встретиться. Мы не можем начать не репетировать, не работать, если мы сюда не пришли. То есть сюда, здесь и теперь. Значит, для этого нужно каждый раз, нужно согласиться, что это усилия, что они должны быть приложены. Другое дело, что вот сами реакции, вот я говорю там, скажем, у каждого свой темперамент, допустим. Но все равно есть рост. То есть можно двигаться вниз, а можно вверх. Так вот, если мы все-таки ориентируем на развитие, до кульминации, да, то должны как бы свои эмоциональные какие-то слабости нужно за счет каких-то других людей попытаться вытянуть вверх, чтобы подняться. И за счет этого и лечится как бы проблема, скажем, допустим, в своей собственной несостоятельности в чем-то, в волевых каких-то качествах или там ритмического какого-то недостатка и так далее, и так далее. То есть ты как бы вот просто за счет повторения кого-то можешь выйти вперед. Ты говорила о погружении, там, за счет как бы расширяя сферы как бы внимания или вот о лидерстве, или о том, вот как бы показать всем свое обращение, ну, предположим. Но возникает-то момент пробала под меня чего-то, и это как бы все... Если мы говорим о разминке, то это не страшно. Нет, мы говорим. Да. Если мы говорим о действии, то нужна пауза. То есть лучше ничего не делать, чем делать что-то просто. Ну, а когда уже как бы это происходит, но... Иньше. ...временная рамка, ну, не совпала. И ты как бы уже это делаешь, ты уже... Ну, вот я попробую объяснить. Дело в том, что... Еще раз просто я об этом говорил. То есть каждый раз у каждого человека есть свое понимание начала всех началов. Понимаете, да? Я же не случайно, например, скажем, если ты что-то не понимаешь, я возвращаюсь еще раз, и все начинаю с самого начала. Потому что есть задача, чтобы это было понятно. Правильно? Поэтому, если ты не попала, значит, ты можешь выйти просто в буквальном смысле. Либо сделать паузу, в которой будет накопление, либо подключиться к кому-то, за счет чьей энергии ты можешь выйти в то нужное состояние, которое тебе даст возможность сделать свой шаг вперед. Ну, вот я просто, к сожалению, не нашел вот этих вот записок, которые я хотел вам показать. Но там как бы вот своими словами я попробую сказать. Вот Штокхаузен писал в свое время, что стой и слушай до тех пор, пока это не станет для тебя важным. Ну вот, скажем, допустим, дается четыре как раз формы медитации. Первая форма медитации – я медитирую на свое собственное тело. То есть я двигаюсь в ритме своего тела. Другое дело, что, вот скажем, допустим, я Олеся должен объяснять это. И очень долго, долго, потому что она не знает, что такое принцип дополнения, что такое деление движения, передача движения, что существует ритм в теле и так далее, и так далее. Понимаете, да? Вы это уже знаете. И вы должны это делать, эту вибрацию, уже как профессионалы, которые знают, как играть на своем собственном инструменте. Понимаете? Просто вы медитируете в границах своего собственного тела. Понимаете? Ну, не как же химия и эмоции, а не просто движение тела. Тело, да, тело. Дополнение и химическое. Да. Потом идет, скажем, вибрация в ритме своего сердца. То есть понятие сердца имеется в виду не только кусок тела, а это уже чувства, да? Это уже эмоции, переживания. Потом вибрировать в ритме своей мысли. Как двигается мысль, куда она, как она развивается. Понятно? Это уже медитация следующая. И следующее – это вибрирует в ритме своего просветления. Ну, это уже достаточно высокий уровень. И, ну, скажем, условно такое задание. Значит, вот ты рисуешь круг. Ты рисуешь круг. И вы рисуете круг. Вы рисуете треугольник. Треугольник. Да. А вы рисуете квадрат. Просто вот это разминка. Квадрат может быть, как графика сначала. В пространстве, да? Потом, как объем. Потом, как объем в пространстве. И вы сначала рисуете это как отдельно, каждый, а потом вместе друг с другом, в отношениях. Понимаете, да? И туда уже включаются отношения вообще, так сказать, нравится, не нравится, какие-то нюансы. Но вы каждый раз ограничены в некотором образе, образе человека, который занят той или иной формой. А потом уже возникают отношения. Понятно, да? Ну, давайте с этого начнем. Вы помните, какую форму рисуете, да? Треугольник. Замечательно. Значит, в каждой линии существует линия тонкая и толстая. Да? Значит, эмоциональное отношение. То есть, я могу рисовать, скажем, допустим, вот так и так. Правильно? Но я могу рисовать вот так тоже. Но если мы говорим о каллиграфии всего тела, то всегда, чтобы рисовать, я должен соотнести линию движения. Понимаете? То есть, вот эта линия для меня, она важна. Понимаете? То есть, я как бы уже рисую более глубоко. То есть, не как пионер, который рисует на воображаемом рисунке. А я рисую уже тело. Понятно, да? То же самое и с кругом. То есть, движение здесь. Ну, так. То же самое и с квадратом. Ну, да, если понятно, давайте попробуем. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...